Доброе утро еще раз, коллеги. Обед уже, наверное, остыл, я постараюсь максимально быстро. Хочу поговорить о инструментах, которые позволят принять клинические решения у пациентов, страдающим раком предстательной железы. Какие клинические решения у пациентов мы должны перед собой ставить? Все ли так просто? Надо ли выполнять биопсию всем мужчинам, у которых мы наблюдаем повышение ПСА? Стоит ли немедленно стартовать лечение во всех случаях верифицированного рака простаты? Показана ли тазовая лимфодисекция кандидатам для хирургического лечения? Что делать с пациентами, у которых отмечен рост ПСА на фоне андроген-депривационной терапии после операции, но нет метастазов? И какую лекарственную терапию назначить пациенту с метастатическим раком предстательной железы? Все эти и многие другие вопросы ежедневно ставятся перед онкоурологом. Конечно, в идеальном мире клинические решения должны быть основаны на данных доказательной медицины, быть индивидуализированы в соответствии с характеристиками пациента, приниматься быстро, быть четко изложены в медицинской документации, ну и, соответственно, разъяснены пациенту. Однако, если отталкиваться от моей повседневной практики, это 15 стационарных пациентов, по которым я должен принять 15 быстрых решений, в большинстве случаев в первой половине дня перед тем, как уйти в операционную. Ну и не стоит забывать еще о амбулаторном звене. 30 пациентов, которые представлены на консилиум, тоже на каждого пациента как минимум за час нужно принять правильное клиническое решение. Есть ли выход в этой ситуации? Ну, мы знаем, что на сегодняшний день существует использование калькуляторов, интеллектуальных систем, которые позволяют сократить время принятия решения, разработаны калькуляторы для расчета рисков событий, калькуляторы для расчета показателей, которые определяют тактику лечения. И на этапе тестирования на сегодняшний день находится интеллектуальная система по принятию клинических решений у пациентов с раком предстательной железы, которая основана на клинических рекомендациях Минздрава России. Ну и перейдя к первому вопросу, касаемо биопсии предстательной железы, на примере клинического случая показана ли биопсия пациенту? У пациента 81 года, у пациента нет семейного отягощенного анамнеза по раку предстательной железы, есть повышение ПСА, 5 нгм, ректально без особенностей, у пациента сопутствующая патология, тяжелый коморбидный фон, ну, естественно, пациента направляют на биопсию предстательной железы. Да, формально биопсия показана, мы имеем повышение ПСА, знаем, что риск постбиопсийных осложнений невелик, он варьирует от 1 до 4%, но меня, как хирурга, конечно же, волнует риск гипердиагностики. То есть вопрос такой, пациент с тяжелым коморбидным фоном, доживет ли мужчина такого возраста до рака предстательной железы с клиническими симптомами? Мы знаем, что биопсия предстательной железы показана отобранным пациентам старше 75 лет с ожидаемой продолжительной жизнью более 10 лет. Введя данные моего пациента, мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни моего пациента варьирует в пределах 7 лет. Опять же повторюсь, у пациента тяжелый коморбидный фон, и я полагаю, что у этого пациента продолжительность жизни будет еще ниже, чем показатель по калькулятору. Но также мы можем оценить риск агрессивного рака предстательной железы. Специальным калькулятором вводим данные моего пациента, мы видим, что риск агрессивного рака предстательной железы составляет 13%. При клинической локализованной раке предстательной железы преимущество общей выживаемости, безрецидивной выживаемости, специфической выживаемости у пациентов, которые перенесли радикальную простатоктомию, в сравнении с выжидательной тактикой, реализуется при наблюдении более 10 лет. Это результаты клинического исследования. Также стоит отметить, что при медиане наблюдения практически около 20 лет различия общей выживаемости между пациентами, которые выполнены радикально простатоктомия, и у которых был применен вариант выжидательной тактики, различий нет. Это данные клинического исследования PILOT. То есть я к чему веду? Даже при выявлении рака предстательной железы данный пациент не получит выигрыша от лечения. Я бы этому пациенту, конечно же, биопсию не выполнял. Но все же в амбулаторном звене пациенту выполнили биопсию предстательной железы, гистологически получили аденокарциному, сумма баллов по глисону 6, 3 плюс 3 в одном из 12 столбцов. Мы можем оценить с помощью калькулятора вероятность наличия клинически незначимого рака предстательной железы. Я ввожу данные своего пациента и вижу, что вероятность клинически незначимого рака предстательной железы в 10 раз ниже, чем в общей популяции. Поставив диагноз пациенту рака предстательной железы CT2A-N0, напомню, что ожидаемая продолжительность жизни у него менее 10 лет, то видим, что по клиническим рекомендациям, конечно, ему стоит рекомендовать выжидательную тактику. Стоит отметить, что выжидательная тактика также будет предложена пациентам и промежуточного риска, высокого и очень высокого риска. Поэтому, конечно же, пациенту предложена выжидательная тактика, которая не подразумевает активного обследования, не подразумевает немедленного лечения. Лечение начинается только при появлении симптомов рака предстательной железы. И перейду к пациенту, к клиническому случаю. Это именно та категория пациентов, которые чаще встречаются в нашей практике. Пациент 72 лет, рак предстательной железы CT2B-N0, повышение ПСА до 7 нанограмм на миллилитр. Патоморфологический при биопсии аденокорстного предстательной железы сумма баллов по глисону 6 в 5 из 12 столбцов, 30% максимальное поражение столбца. Мы этого пациента градируем в группу промежуточного благоприятного прогноза. У него ожидаемая продолжительность жизни более 10 лет. И, соответственно, по данным рекомендации, пациенту может быть предложено активное наблюдение, либо дистанционная лучевая терапия, либо брахитерапия, ну и хирургическое лечение стазовой лимфоденоктомии, если мы определяем высокий риск метастазирования. Что касаемо лимфодисекции, передо мной как хирургом стоит вопрос, показана ли этому пациенту тазовая лимфоденоктомия. Мы видим, что в международных и российских рекомендациях разные показания к тазовой лимфоденоктомии. Вероятность поражения тазовых лимфоузлов варьирует от 2 до 5%. Мы ориентируемся все-таки на 2%. Если брать в пример сегодняшнего пациента, напомню, что у него вероятность поражения тазовых лимфоузлов составляла 3%. Мы решили ему выполнить объем именно с лимфодисекцией. Также, если говорить о данном клиническом случае, который я представил в презентации, здесь вероятность поражения по разным намограммам варьирует от 4 до 6%. Этому пациенту также лимфодисекция будет показана. Следующий клинический случай, это вот если стоит вопрос перед хирургом, стоит ли прибегать к нервосберегающей методике. Как я уже ранее говорил, все пациенты заполняют анкеты, как IPSS, так и МИФ. И при личной беседе мы уже определяем, заинтересован пациент в эректильной функции или нет. Вот пациент 63-х лет, рак предстательной железы, СИТВ, Т2Б и 0М0. И здесь пациент заинтересован в сохранении эректильной функции. Вот на примере заполнена анкета МИФ. И для меня стоит вопрос, могу ли я этому пациенту предложить нервосберегающую методику. Для этого существует калькулятор для расчета риска экстракапсулярной экстензии. Соответственно, введя данные своего пациента, я вижу, что риск экстракапсулярной экстензии варьирует от 40 до 65%. Что говорит о том, что у пациента высокий риск экстракапсулярной экстензии. И использование нервосберегающей методики здесь я предлагать ему не буду. С онкологической точки зрения, конечно же, это небезопасно. Ну и переходя к неметастатическому кастрационно-резидентному раку предстательной железы. Хочу отметить, что существует много литературы, клинических рекомендаций. 163 страницы, которые, конечно, ежедневно прочитывать в тех условиях, в которых мы работаем, очень проблематично. И в связи с этим хотел продемонстрировать специальный алгоритм клинических рекомендаций. Который позволяет с помощью трех кликов мыши принять правильное решение. На примере пациент 73-х лет, диагноз рак предстательной железы ПТ-3Б0М0, положительный хирургический край пациента был выявлен после выполнения радикальной простатоктомии в 2016 году. Прогрессирование в виде рецидива через год, ПСА-рецидив. И пациент с 2017 года получает андроген-депрессионную терапию. Также прогрессирование, рост ПСА без радиологических признаков метастазов. Все эти данные я ввожу в специальный алгоритм. И система выдает мне клиническое решение. Система выдает, что чтобы принять правильное клиническое решение, пациенту рекомендуется использовать оценку времени удвоения ПСА. Также есть калькулятор, ввожу данные пациента и вижу, что у моего пациента время удвоения ПСА составляет менее 10 месяцев. И, соответственно, система принимает клиническое решение, что пациенту с неметастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы и временем удвоения ПСА менее 10 месяцев рекомендована комбинированная системная терапия. Это продолжение начатой в 2017 году андроген-депрессионной терапии плюс препарат Аполотамид. Приняв такое клиническое решение, основываясь на клиническом рамдонезиновом исследовании третьей фазы Спартан, я ожидаю снижение риска метастазов и смерти на 72% и снижение риска метастазов и смерти на 22%. Следующий клинический случай – пациент 68 лет, пациента изначально жалобы на затрудненное мочеиспускание, предообследование повышения ПСА до 76 нг на мл, пациента верифицирован рак предстательной железы CT3B, N1, M1B, сумма баллов по глисону 8, пациента метастаза в регионарных лимфоузлах и костях скелета. Зафиксировано 4 очага в поясничных позвонках, стоит подчеркнуть, что это малый объем метастатического поражения. Я ввожу данные пациента в специальный алгоритм и получаю готовое клиническое решение. Пациенту с первичным метастатическим гормоночительным раком предстательной железы и малым объемом метастатической нагрузки рекомендовано проведение комбинированной системной терапии, это андроген-депривационная терапия, плюс Аполутамид. И как опция может являться дистанционно-лучевая терапия на область простаты. И учитывая, что малая метастатическая нагрузка, в этой ситуации остеомодифицирующая терапия пациенту не показана. Приняв такое клиническое решение, конечно же, я основываюсь на данных исследования Титан, где было продемонстрировано достоверное увеличение как общей выживаемости, так и выживаемости без радиологического прогрессирования. Также стоит отметить, что хороший показатель был достигнут во всех подгруппах больных, как с малым объемом, так и с большим объемом метастатической нагрузки и с высокой степенью градации по глиссену, то есть с высокоагрессивным раком. Переходя к метастатическому кастротрезистентному раку предстательной железы, также на примере клинического случая, пациент 65 лет, у пациента жалобы на низкоинтенсивную боль в костях, диагноз Т3Б, Н1, М1, Б суммовал в поглисону 6, у пациента выявлены метастазы в региональных лимфоузлах, в костях скелета, он длительное время, в течение 4 лет, получает андроген-депрессионную терапию, однако было зафиксировано прогрессирование, это появление новых очагов в костях, подтвержденный рост ПСА на 50% от НАДИРа, но, опять же, конечно же, это все произошло на фоне кастротрационного уровня тестостерона. Вводим данные пациента, специальный алгоритм, и получаем клиническое решение, что пациенту с метастатическим кастротрационно-резистентным раком предстательной железы, который длительное время получал андроген-депрессионную терапию с предстоящим хорошим ответом, ему показана терапия энзоутамидом, также на фоне продолжающейся андроген-депрессионной терапии до прогрессирования или непереносимой токсичности. В этой ситуации остеомодифицирующая терапия этому пациенту будет показана. Следующий клинический случай. Пациент 62-х лет, у пациента рак предстательной железы СТ3А, Н1М1А, сумма баллов по глисону 7, метастазы в тазовых забрюшенных лимфоузлах. Пациент также длительное время, в течение 31 месяца получал андроген-депрессионную терапию, зафиксирован рост ПСА, также появление метастазов в костях. На фоне продолжающейся андроген-депрессионной терапии пациенту проведено 9 циклов химиотерапии ДЭЦТАКСЛ. К сожалению, зафиксировано прогрессирование, подтвержденный рост ПСА и увеличение размеров забрюшенных лимфоузлов, опять же, на фоне кастрационного уровня тестостерона. Также с помощью введения данных в алгоритм мы получаем клиническое решение. Пациенту с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы, резистентным к ДЭЦТАКСЛу и длительной эффективностью предшествующей андроген-депрессионной терапии можно рекомендовать терапию абиратуроном в сочетании с преднизолоном на фоне продолжающейся андроген-депрессионной терапии. Пока пациент лечение получает, конечно же, мы должны определить мутацию генов гомологичной рекомендации ДНК, оценить MSIH и планировать дальнейшие линии терапии. Спасибо большое. Большое спасибо, Родион Игоревич. И, вы знаете, коллеги, я думаю, что там было не слышно. Давайте поаплодируем ему как хирургу за блестящий хирургический мастер-класс. Слышно было, спасибо. Очень приятно. Большое спасибо. Есть ли вопрос у кого-то в аудиторию? Если вопросов нет, все... Да, конечно, Валерий Иванович. Родион Игоревич, а вот я в продолжение нашей дискуссии с Марией Игоревной. Скажите, пожалуйста, пациенту в 61 год, которого я сейчас представлял, при глисонии 8, при ПСА 4800, вы остановитесь на том, что сделаете ему химиотерапию, и 6 курсов химиотерапии, и двухстороннюю орхоктомию. Или вы что-то будете дальше делать? Ну, учитывая, что ПСА 4000, конечно, я думаю, что не остановлюсь. К сожалению, на мой взгляд, прогрессирование в этой ситуации мы можем предполагать, и уже будем планировать другие варианты лечения. Я бы назначила этому пациенту сейчас, не в 2017 году, поддерживающую терапию антиандрогеном второго поколения. Я про 2017 год говорю. А в 2018 году я бы назначила ему поддерживающую терапию аберротероном на основании исследования. Был. Был, Валерий Иванович? В городе не был. Но если ваш пациент изыскал возможность оплатить самостоятельно системную радиотерапию, я думаю, что и купить детей бы он изыскал бы возможность. Спасибо. И второй вопрос. Родион Игоревич, вот у нас сейчас эра всех рекомендаций искусственного интеллекта, вы хорошо это показали. Я хочу вернуться к первому больному. 80 лет человеку. Там нет совершенной информации. Да, подозрения на рак предстательной железы. Абсолютно согласен. Не надо больному гоняться за подтверждением рака предстательной железы. Но вы совершенно не показали, какой объем был предстательной железы. И, кстати, вот эти вот опросники, они не учитывают эти вещи. Если у больного объем простаты 260 кубов, он не может мочиться, вы будете больному что-то делать при подозрении на рак предстательной железы? А дальше встает вопрос. Больной пошел, то есть вы ему не отказали в биопсии предстательной железы, он пошел в свое учреждение. В своем учреждении ему отказали в аденомоктомии или там еще в каком-то обличении, вот, потому что у него есть подозрение на рак предстательной железы. И он пошел по замкнутому кругу в возрасте 82 года, которому пациент, первый пациент у вас был. Вот ваше к этому отношение? Если у пациента большой объем предстательной железы и ПСА5, как было представлено на слайде, мы, конечно, можем подозревать, что это повышение связано не с аденокарциномой, а непосредственно с гиперплазией простаты. Я бы этому пациенту, если у него есть дезурические явления, которые нарушают его качество жизни, предложил бы трансуртральную резекцию простаты. При объеме 180-200 кубов вы предложили трансуртральную? Есть умельцы, Валерий Иванович. Если можно уложиться в час, то можно и 180 кубиков аккуратно трансуртрально сделать. А если не получается аккуратно, значит, нужно сделать неаккуратно и назначить пациенту двойную медикаментозную терапию по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Просто мне кажется, что мы немного путаем медицинские и социальные истории. И на самом деле, как показывает наш опыт работы в ЦАО-ПИЦАО, большинство полусоциальных медицинских вопросов прекрасно решаются, если приложить к этому определенные усилия. И действительно бывают безвыходные ситуации, когда мы не можем стартовать лечение, не получив верификацию, не можем получить верификацию, потому что пациенту становится хуже с каждым днем. но это штучное наблюдение. А вот та ситуация, о которой говорите вы, да, она абсолютно жизненная, но мне кажется, это все равно не повод для биопсии предстательной железы, особенно если, как вы говорите, при железе размером со стакан, 80 лет у человека по САА-5. Вот тут я вам точно говорю, биопсия не нужна, там не будет рака. А я и не собирался делать биопсию. Да понятно, вы попросите Я бы больному сделал аденомоктомию и все. И даже если бы был получен рак, больной пошел под наблюдение активное, да? Спасибо. Спасибо. Отпустим, Родиона Игоревича. С удовольствием. А прежде чем отпустить аудиторию, если вы позволите, я буду прям максимально краткой. Во-первых, мы очень благодарны всем, кто приехал к нам на мастер-класс. Мы очень старались, подготавливая и теоретическую часть, и приглашая гостей, которые представляли вам лекционный материал. И я очень надеюсь, что живая хирургия тоже была интересна какой-то части аудитории. Я надеюсь, что наш мастер-класс удался. И я очень надеюсь, что мы увидимся еще. Мы планируем продолжение образовательных программ в общем-то приблизительно вот в таком же формате. Мне будет безмерно приятно видеть и вас, и тех ваших коллег, которых вы сочтете возможным пригласить. Большое спасибо аудитории, большое спасибо лекторскому составу, большое спасибо хирургической бригаде и, конечно, нашим гостям, которых я всегда очень рада видеть. Спасибо. Долю секунды, коллеги. Для того, чтобы вот эта вся огромная теоретическая база удержалась каким-то образом у вас, если не в голове, то в руках, то вместе с сертификатами вам выдадут распечатки статьи, которые консолидируют данные практических и клинических рекомендаций русского, потому что рак простата одна из самых наиболее изученных опухолей и, конечно, наши рекомендации уже сложновато удержать в голове, особенно человеку, который работает множеством различных злокачественных опухолей. Я надеюсь, что этот раздаточный материал будет вам полезен. Благодарю вас. Спасибо.